Амир Цужба просматривает список новоафонских домов, нуждающихся в дезинфекции и дератизации, то есть уничтожении насекомых и крыс. С помощью специального оборудования и препаратов работники унитарного предприятия по дезинфекции обрабатывают подъезды, подвалы и крыши многоквартирных домов, местам, где чаще всего гнездуются грызуны и опасные насекомые. Мы обрабатываем подвалы, подвальные помещения, подъезды, мусоропроводы и так далее. Это жидкий препарат, а есть твердый препарат, это являются приманки для грызунов, которые непосредственно закидываются в подвалы. И после недельного срока и двухнедельного срока эффект на лицо, начинают грызуны умирать, выходят из подвалов, можно их заметить на лестничной площадке. Они в первую очередь будут искать источник воды. Работники службы дезинфекции, дезинфекции и дератизации занимаются уничтожением паразитов в жилых помещениях и местах массового скопления людей уже полтора года. Этой осенью они приступили к зачистке от вредителей западной части Абхазии. В Гагре, Пицунде, Гудауте, а теперь уже и Новом Афоне, плановая дезинфекция проведена. Большая часть грызунов и опасных насекомых уничтожена. Но для того, чтобы добиться стойкого результата, помещение следует обрабатывать регулярно. Для того, чтобы встречать крыс реже, этими препаратами надо проводить обработку в три месяца один раз хотя бы. У нас получается 12 месяцев в году и определенную территорию нужно четыре раза хотя бы в год обрабатывать. Все послевоенные годы в Абхазии не занимались массовым уничтожением грызунов и насекомых. Жители многоэтажек своими силами боролись с плодящимися паразитами. Дети гуляют во дворе, крысы бегают. Мы сами покупаем отравки. Мы травим их, как мы сможем. Все равно мы всех не можем убивать. Вот так вот кандидатии со всех стран, со всех этих кандидатий. Несмотря на все сложности, а именно затопленные подвалы и заросли, в которых утопают дома, специалисты справляются с обработкой больших площадей. Новые препараты для борьбы с вредителями и паразитами позволяют это. Иногда есть такие подвалы, где стоит вода, например. Туда нужно заходить. Но мы приспособлены к этим условиям. Мы можем заходить в эти помещения, обрабатывать. То есть, когда мы делаем обработку поверхности воды, там образуется пленка, которая является ядовитым для насекомых. Когда они уже садятся на эту поверхность воды и спробуют ее, они, естественно, умирают. На постоянной основе, то есть согласно договору, служба дезинфекции и дератизации сотрудничает только с Ухомской городской администрацией. Раз в три месяца все районы столицы обрабатывают препаратами от грызунов и насекомых. Главы других районов заказали службе пока только разовую работу. На данном этапе только секционные дома. Но я хочу сказать, что в Сухоми обрабатываются школы, сады, учреждения государственные, секционные дома. А также частным образом люди тоже берут заказы у них там. То есть, крупномасштабно по всем местам проводится уже в Сухоми давно. Частные заказы служба тоже принимает. Так что, если в вашем доме завелись тараканы, блохи, клопы, крысы и другие ползающие кусачьи паразиты, то теперь есть способ от них избавиться. Однако, эффективность дезинфекции зависит от масштаба обрабатываемой площади. Так что, лучше всего, если каждый дом будет подвергаться плановой очистке. Мария Анна Котова, Эдуард Ракелян, Обаза ТВ.